Ну вот этот бег от льва. Такой бизнес-анекдот, знаете, под деревом в саванне сидят двое молодых людей, и вот к ним приближается на огромной скорости лев. И один из них начинает одевать кроссовки. А тот говорит, ты зачем их одеваешь, ты же от льва все равно не убежишь. Он говорит, дурак, я тебя убегу, мне этого не надо, он тебя первого догонит. Здесь то же самое. То есть что происходит в кризис? Конечно, мы говорим, что до третьего предприятия у нас сейчас просто перестанут быть вашими конкурентами. Что сделать для того, чтобы лев не догнал вас? Это кризис. Вот он, посмотрите на него. Хорошо. Для того, чтобы лев вас не догнал, вам надо быть чуть быстрее, чем ваши конкуренты. Всего-навсего. Не надо быть гением, не надо быть атлантом, не надо быть чемпионом мира. Нет. Просто бегите чуть больше, чуть быстрее, чем бегут ваши конкуренты. Что для этого надо сделать? Мониторинг. Вот если до сего времени никто этим не занимался, пожалуйста, вот прямо сейчас придите и себе запишите. Это главный вообще вывод сегодняшнего нашего мастер-класса. Посмотрите, чем занимаются другие. Обязательно. Изучите это. Изучите. Посмотрите, что они делают. Посмотрите, что они делают не так. Соберите отзывы какие-то. Займитесь немножко промышленным шпионажем. Ну что, вам трудно поднять телефон и позвонить в Райфайзенбанк, не знаю, в страховую компанию согласия? Здравствуйте. А почему у вас каска стоит дороже полтора раза, чем он в гос-траке? Можете мне ответить на вопрос? Кризис идет, конкуренция. И так далее. Позвоните, сделайте это. Поручите своим продажникам, поручите своим стратегиям это сделать. Обзвоните конкурентам. Я вас уверяю, то новое, что вы узнаете, вас очень удивит. Потому что вам так всего-навсего надо соседа обогнать. Они льва. Кризис это льва, от него не убежишь. Итак, какие самые главные приоритеты практически в кризис? Первое. Сохранение бизнеса. Самое главное сохранить бизнес в каком-то виде. То есть здесь не до побед, здесь не до завоеваний. Здесь нужно сохранить бизнес, потому что сейчас нужно выжить. Если вы сохраните бизнес, то когда станет легче, когда придет первый вздок облегчения, вы будете на плаву, вы победите всех. У вас будут заложены кардинальные возможности для существенного роста в будущем, когда закончится кризис. А он закончится. Если мы сейчас с вами разберемся, вот у вас есть предприятие. Вот кто-то говорил, у меня 500 человек работает в предприятии. Вот прибыль предприятия делают люди. Ведь все равно бизнес это про деньги. А деньги делают люди. Что такое сущность бизнеса, вот как в восточной философии? В восточной философии бизнес это возможность доказать другому человеку, что деньги в его кармане это мои деньги. Твои деньги это мои деньги. Он должен сам это решение принять. И это решение должно быть единственным верным для вас. Поэтому если в вашем бизнесе ключевую роль играют люди, а не вы сами, вы должны бороться за удержание тех кадров, которые приносят вам прибыль. И я вас уверяю, это не замык генеральных директоров, не коммерческие, это не топ-менеджмент. Мы поговорим, как этот закон работает, от кого первых надо избавляться. Почему? Потому что я знаю, что у очень многих российских предприятий вообще структуры, совокупная доля затрат на содержание персонала, она существенная. И если нам с вами надо подготовиться к 2016 году для того, чтобы не умереть, и найти эти 20% где-то, мы их должны оттопать. Кстати, нам надо найти 30%. 20% мы хотим найти, если мы уверены в себе, в своих силах, просто мы хотим выжить. Вообще надо 30%, потому что остальные будут искать 20%, и они умрут, и Клэр догонит, а вас нет. Маркетинг, какой из смыслов? Если мы до сих пор продавали свой товар по такой схеме, что мы хотим продать вот это, а покупатель смотрит, а он не знает, что то есть, он видит, что вот это, то это тоже не работает. Нужно искать смысл в своих продуктах, нужно искать то, как вы их хотите донести. Посредством чего? Посредством выступлений, вот консалтинговой компании здесь очень много, да, посредством чего? Личных переговоров, каких-то связей, уже настроенных каналов, или личных отношений руководителя. Какая правильная организация? Правильная организация так, когда руководитель уезжает в отпуск, на 2-3 недели он может с собой мобильник не брать. Вот это правильная организация, когда от него как бы ничего не зависит. Знаете, когда в свое время я проходил учебу в Стэнфордском университете, на первой же лекции вышел профессор и спросил, поднимите руки, кто здесь преподаватель? Это была бизнес-школа, кто здесь предприниматель? Большая часть зала подняла. А теперь скажите, вот вы сейчас уехали сюда учиться из своих стран, из разных, у кого бизнес продолжает работать так же интенсивно, как будто бы вы там находитесь. Половина зала подняла. А теперь говорит, скажите, а если вы 2 года не вернетесь туда, он там останется еще жить? Они опустили руки в силу. Я вас поздравляю, вы не предприниматели, вы самонаемные, вы себя сами наняли в качестве руководителя своего бизнеса. Поэтому здесь тоже надо посмотреть на аналитику, как правильно построить бизнес так, чтобы те самые люди ключевые, которые работают, они могли этот бизнес вести без вас. То есть должна быть должная доля делегирования. И вообще зачерпните, вот запишите себе слово микроменеджмент и зачерпните его. Если у вас есть в компании микроменеджмент, если вы руководитель, первое лицо бизнеса, проверяете, как у вас помыть туалет и без вашего указания никого не пнуть, лампочку не заметят, искреняйте это дело, найдите себе в ближайшем окружении человека, которому возьмитесь, дивидируйте все вот это, чтобы оно вас не заботило. Закупки. Значит, нам надо идти туда, где дешевле. С выкупаемого дистрибьютора едем напрямую, пробуем закупать. Если мы недостаточно интересные для того, чтобы закупать напрямую, мы собираем техник, как сами. И вместе туда идем, формируем коллективную заявку. Мы пробуем общаться с ними. Мы пробуем сейчас воплотить в жизнь основное правило кризисного менеджмента. Ни одного ужина на одинок в одиночку. Вы сейчас приедете и будете ужинать один. Это просто чикленно. Вы должны ужинать с кем-то. Вы должны говорить с кем-то. Вы должны говорить с коллегой, со своим соседом по бизнесу, со своим конкурентом, в конце концов. Конкуренты, вы знаете, нормальные люди, я вас уверяю. Они чуть не хуже, чем ваши соседи, которые вам спать не дают. Позвоните конкуренту, вашему злому конкуренту, скажите, давай поговорим. Поговорите с ним. Вы можете найти очень много интересных точек соприкосновения, включая вот эти самые коллективные закупки. Вы можете понизить, вы можете продавить дистрибьютора поставщика на лучшую цену. Импортозамещение. Если вы считаете, что в России ничего не производят, вы зря так думаете, ошибаетесь. Вообще очень много чего производят, вы просто не знаете об этом, поищите. Ну и экспорт. И еще экспансия за рубеж. Вот эта вот кривая, да, отизиса, она для вас может выглядеть не так. Она для вас может выглядеть таким образом, что вот где-то вот где сверху, где стабильность, будет вот такой обрыв и все, на этом все закончится. Почему? Потому что кризис. Так она не будет выглядеть. Поэтому ждать это... Что касается кадров, сейчас сокращают бизнес очень хорошие западные компании, у которых поставлен хорошо менеджмент, ну, я не знаю, General Electric. Если у вас будет возможность подобрать оттуда драйвера какого-нибудь, его надо подбирать. Вот на это не надо жалеть деньги. То есть сейчас можно подобрать на рынке хорошего специалиста, который не экспат, наш отечественный специалист, который не собирается никуда уезжать. При этом, работая с кадрами, вы не должны совершать биланную ошибку. Вот вы берете всех своих сотрудников, садите и говорите, так, 20% у меня работают лучше всех. Они делают основные продажи, они приносят мне большую часть прибыли. Остальные работают нормально. Но вот по центру сидит этот разгильтянь, и как раз 20% у всех компаний это закон, которого я уволю. Почему? Потому что кризис, потому что я должен 20% издержек где-то найти, чтобы сэкономить, и я его уволю. Неправильно. Неправильный ответ. Нет плохих. А знаете, в чем закон бизнеса? В том, что проводили такой эксперимент. В компаниях, где трудится 100 человек, собрали 20 разгильдяев. По разговорам с другими, вообще по количеству выкуренных сигарет в рабочее время, по количеству часов, проведенных в кафе. Я вот работал в Газпромнете, там у вас кафе есть. И никто не спрашивает, там нет ни кутурники, садишься в кафе и сидишь пьешь кофе. Час пьешь, два пьешь, тебя нет на рабочем месте. Вот собрали вот таких 20% людей, которые являются, ну, в общем-то, отстоим тормозом, и просто вот реально тратят деньги владельцев. И взяли их, выгнали. Остали 80 самых, вот это вот, вот те 20% издержек сократили. Знаете, что произошло? Через некоторое время, месяц-два, из этих 80 выделилось 16, которые заняли нишу курильщиков, сидельщиков в кафе, разговоров о футболе и всякие прочие темы, которые занимались своими личными делами в рабочее время и так далее. Вопрос, почему они раньше не занимались? А эти ниши были заняты. Почему он раньше не сидел в кафе, не обсуждал чемпионат мира по футболу? Потому что там сидел Саша, который лучше его в этом разбирается, ему там просто не вякнуть при нем было. А сейчас Саша не встал, он думает, да я-то тоже неплохо в этом разбираюсь, дай-ка я сяду в кафе и поговорю на эту тему. Ну, это, конечно, утрированно, я говорю, но этот закон работает. Если вы начнете сокращать свой персонал с тех, которые кажутся вам наименее опытными, с людьми с наименьшими компетенциями, разгильдяями, так называемыми, вот разгильдяями, вот это кто? Это разгильдяяй, вы поступаете неправильно. С чего надо начинать сокращение? Стоп-менеджмента, кризис, ваша компания в тяжелом положении. Кто виноват? Разгильдяй, он управляет компанией, да он там в туалете управляет, в курилке там, футбольными матчами. Компания он не управляет, поэтому выгонять надо топ-менеджмента. Почему? Потому что получают они вот столько, ну еще кто работает в крупных компаниях, ну где там оклады полтора миллиона рублей? Ну вот здесь Сколково, я естественен, но вот вы выгоните одного топ-менеджмента, И поймите, что вы этого топ-менеджера поднимите, есть очень хорошее среднее звено, поднимите отсюда. Вот это главная ошибка, выгонять низкооплачиваемых охранников каких-то, еще кого-то. Нет, надо выгонять топ-менеджеров. Потому что если топ-менеджеры, люди, которые получают больше всех денег, будут с вами уволены, вы поднимете с уровня 200 тысяч рублей до уровня 280 тысяч рублей с перспективой роста своего, подающего надежды, грамотного, толкового и очень дисциплинированного, вы сделаете плюс компании. Вы сэкономите 700 тысяч рублей, вы дадите ему драйвер для роста, вы дадите ему социальные лифты, он разобьется просто, он будет сидеть ночами, работать на вас. Первый закон кадров. Я вам просто сказал, вот чего не надо делать, это вот сто раз проверено. Кайдзен. Кайдзен это как раз повод поработать с вашим низовым звеном. Кайд ченч дзен гуд. Ну все знают, что такое кайдзен. Если вы прочтете книжку Тао Тойота, вы приблизительно поймете, как это Тойота делает. То есть у нас есть проблемы. Кайдзен и форсайт это наши инструменты. У нас есть топ-менеджеры, которые всегда занимаются тем, что на предприятиях называется M&M's. M&M's. Мы знаем, что в 11 часов совещание, а в 14.30 тоже совещание, но уже у другого. M&M's это самые страшные вообще пожиратели рабочего времени. И с ними как бы желательно надо бороться. Поэтому давайте попробуем половину рабочих совещаний заменить на кайдзен. Давайте мы снизу, говоря в банке, пригласим операционистку, внимательно ее послушаем, и что она скажет. И мы скажем, смотри, ситуация такая, у нас сокращается доходная база, у нас падает кэш-фоу, что можно сделать? И вы будете удивлены, какие вы советы услышите. Вы от высокооплачиваемого консультанта не услышите то, что вам скажет уборщица. Вот уборщица видит больше, она скажет, что в это окошко стоит 10 человек, и некоторые с конца очереди уходят, не достаивают, потому что в другое они не хотят идти. Для руководителя бизнеса это очень будет важной информацией. Кайдзен это методика мелких улучшений. Попробуйте найти десяток мелких улучшений, и вы найдете эти 20%, которые вам надо сэкономить на том, чтобы выжить в кризис. Аналитика. Значит, почему важна аналитика? Потому что, помните, я вам говорил, что крупнейший дистрибьютор одного продукта алкогольного совершенно не знал, что он продает их в убыток. Ну так это любой бизнес сейчас так можно сделать. Идите купите на рынке стоковые товары, продавайте на 20% меньше, к вам запишется очередь через какое-то время. Когда люди узнают, что у вас столько товаров, он к вам запишется. Но потом вы зарегите. Поэтому аналитика нужна. Форсайт для чего нужен? Форсайт нужен для того, что вы должны перейти на трехмесячное планирование. Если у вас вообще есть планирование на предприятии, и вы всегда рассчитывали как годовое, полугодовое, забудьте про это. У вас теперь планирование должно быть трехмесячное. Каждые три месяца у вас план должен быть на три месяца. Через три месяца, не через три месяца, а каждый месяц вы встречаетесь и делаете вот эту систему предиктор-корректор. То есть вы планировали, что будет вот так, прошло 30 дней. Так или не так? А если не так, то куда оно идет? Сюда или сюда? Чтобы вы не рисовали вот эти вот j-curve, вы пришли, вам надо вот эти вот клюшки рисовать, да, вот эти вот j-curve. Вы знаете, один экономист посчитал, что если бы вот эти j-curve все сбывались, вот эти вот гиперболы, параболы роста, то мы бы жили вообще уже просто в идеальном срочке, и никому работать не надо было. Но они, к сожалению, не сбываются. Оптимизация минимум 20%. Отдел продаж. Если у вас есть отдел продаж, вы вообще вдумайтесь, есть крипты или нет. Первое. Второе. Задайтесь лично, как владелец бизнеса, вопросом, кто у вас продает. Я вас уверяю, что вы будете очень удивлены, когда вы узнаете, что в вашем отделе продаж все продажи делает два человека. Остальные 20, они продают, да. Но вот эти два человека продают. И еще вы больше удивитесь, когда вы послушаете записи, а записи у нас запишутся в отделе продаж, записи разговоров этих людей, и вы поймете, что ничего особенного они не делают. А знаете, что они делают? Они делают все правильно. То есть у них нет здесь личных эмоций, у них нет лени, у них нет еще чего-то. Вот эти самые лучшие ваши продажники делают все правильно. И какие вы выводы сделаете? И кого надо сокращать? Либо кого надо учить? Это когда жирное время, вы можете пренебречь отделом продаж, скриптами, маркетингом.